всем привет меня зовут марина шарипова я блогер журналист редактор сайта и я пробежала 21 1 километр с нуля подготовившись за 7 недель когда я впервые услышала о школе правильного бега и love running то была немножко удивлена потому что я не представляла как можно ходить на тренировки где тренер будет учить вас как правильно бегать но после того как я услышала первые отзывы мои скептические настроения развеялись и я решила попробовать после первой тренировки было очень тяжело хотя я уже умела бегать особенно когда нам сказали что вам нужно пробежать 15 минут и это только разминка после чего начались упражнения кросс первый кросс был полчаса но потом мы уже бегали по часу потому что раньше когда я бегала 15-20 минут это был мой потолок я гордилась этим я гордилась тем что я могу пробежать три километра без остановки вообще смешно вначале я не могла понять почему каждая группа готовится какому-то забегу но после того как я прошла обучение я поняла что жизнь без цели это просто течение по жизни и вы можете записаться в спортзал купить абонемент на год но при этом достичь нулевых результатов потому что у вас нет определенной цели также и с бегом можно бегать просто так для своего удовольствия но гораздо интереснее ставить перед собой цель и идти к ней потому что во время этих семи недель подготовки я была очень собрана и дисциплинирована и я не пропускала безуважительной причины занятия потому что я знала что если я сегодня пропущу или я сегодня просплю тренировку тогда это меня откидывает на шаг назад на пути к моей цели к полу марафону со мной произошли изменения конечно же после того как я пробежала свои первые 10 километров потом свои первые 21 и 1 километр и это действительно нужно прочувствовать ощутить на себе потому что если кто-то расскажет вам туда вы проникнетесь но вы все равно не ощутите этого на своей шкуре полу марафон и вообще любой забег это во первых вызов себе это даже больше не про спорт а про вашу силу воли ваша воля может сказать мозгу останавливайся или иди вперед и это качество она помогает не только в спорте но и в жизни вашей работе вашем деле вашем хобби то есть после того как ты действительно пробежал какой-то свой крупный забег ты не можешь остаться прежним потому что ты знаешь что все цели в жизни осуществимы и даже самая страшная пугающая цель она все равно осуществима главное это включить волю преимущество бега лично для меня потому что я бегаю в основном по вечерам это отложить обдумывание какой-нибудь проблемы каких нибудь забот во время пробежки и действительно когда я бегала около часа то в голове все вставало по полочкам полу марафон дался очень тяжело ничего не что первые десятки потому что 10 километров мы бежали во время алматинского марафона и там был драйв кайф и как-то когда ты бежишь с тысячами других людей это намного легче 21 и 1 километр мы бежали вместе со своей группой и наш маршрут постоянно повторялся потому что мы бегали в парке и мы должны были сделать пять кругов первые 10 километров они дались хорошо а после наступила вот эта самая борьба с собой когда на одном плече сидит кто-то кто говорит тебе остановись на другом плече нет давай беги дальше это было очень тяжело и самый тяжелый момент был в середине это где-то вот 13 15 километров когда хотелось остановиться и когда в голову лезли всякие мысли самое сложное это конечно психологически морально но после того как этот рубеж был пройден когда остался 12 когда осталось два круга потом один круг то это придало каких-то сил и даже финишировала я с ускорением мне повесили на грудь медаль и честно говоря я не могла вообще разговаривать мне хотелось заплакать и хотелось плакать от того что я на самом деле это смогла сделать и при этом я не верила что два с половиной часа или около того я провела в беге вот это на самом деле была победа над собой когда вы видите счастливые лица бегунов на финише не верьте им не верьте тем кто скажет вам что это легко что им было легко достичь своей цели это не так всем было тяжело но самое главное и самое классное это то насколько вы испытываете себя и все-таки достигаете своей цели несмотря на боль на слезы на пот а через это проходит каждый человек который бегает или занимается спортом но в конце после тренировки либо после своего забега если вы чувствуете радость и счастье то тогда это ваше